Десятки мотоциклов от самых маленьких до мощных байков. В горках прошлись соревнования по мотокроссу, организаторами которых традиционно выступили Московская областная организация технических видов спорта, Видновское казачье общество и молодежный мотоклуб «Юность». Сегодня у нас праздничный день, проходит командный чемпионат России по пидбайку, который организован в честь нашего бывшего тренера Владимира Николаевича Золотарева. Мы уже третий раз проводим это мероприятие. В этот раз покорить трассу приехали почти 100 мотогонщиков не только из Подмосковья, но и разных регионов России. Многие из них ученики Владимира Золотарева, чей премьер вдохновил на занятия мотокроссом. Перед началом стартов вдова спортсмена Нина Золотарева обратилась к участникам с приветственным словом. Прислушивайтесь к своим тренерам, к своим взрослым товарищам, которые уже прошли определенный путь в спорте. Дерзайте, поменьше травм, здоровье и самое главное, если у вас есть цель, вы всегда будете побеждать. Оказаться первым на финише, конечно, хотел каждый. И дети, и взрослые, и даже многократный чемпион Европы по мотоболу Геннадий Митц. Спортсмен, для которого мотокросс – любимое хобби, признается, что вырвать победу на резких подъемах и крутых поворотах под силу только лучшим из лучших. Здесь все люди хорошие, в первую очередь. Ну, а, конечно, нужно не бояться, потому что спорт экстремальный, часто травмы бывают. Нагрузка в мотокроссе колоссальная. Пульс может доходить до 200 ударов в минуту, а сам гонщик во время езды постоянно в стрессе, пытаясь удержать мотоцикл на неровностях и выравнивая его в прыжке. Ну, какой же адреналин и кураж. Неудивительно, что фанатами мотокросса становятся все, кто хоть раз видел это азартное зрелище. Кстати, среди участников соревнований немало представительниц прекрасного пола. Екатерине Потаповой всего 13, но уже несколько лет она серьезно тренируется. Сегодня юная байкерша улучшила свой результат. Добиваться успехов ей помогает не только стальной характер, но и любовь к мотоциклам. Просто приятно. Адреналин, успокоение какое-то, удовольствие. Просто едешь и расслабляешься. Просто нравится. А не страшно? Нет, не страшно совсем. Тех же ребят, кто пока еще не на байке, ждут в досуговом центре «Юность», на базе которого организована секция для детей по мотокроссу. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.